ну что привет ребятки не так коротко вот этой вот хореновине под названием godex sl 60 w эта линейка достаточно крупных светильников мощных диодных ну будем говорить не совсем об этом устройстве информацию технические характеристики прочую 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 хрена тень по этому устройству можете найти в интернете этого предостаточно обсасывалась обсуждалась она многими я буду говорить собственно о тех деталях которые не освещались и не были найдены другими пользователями почему не знаю но факт остается фактом значит в чем заключается основная хрена тень с данным устройством значит здесь вот есть экранчик но надеюсь все будет нормально видно потому что я не контролирую что происходит фокусом этой камере значит штука заключается в следующем мы можем регулировать яркость свечения диапазоне от 10 до 100 процентов вот здесь вот этой вот хреновины и есть вот такой вот в комплекте замечательный пульт godex rc опять он используется почти со всеми линейками светильников godex и достаточно универсален поэтому собственно можно использовать его со всеми устройствами но фишка значит этого пульта что он в том числе используется со светильниками у которых используется два типа диодов в которых вы можете регулировать температуру цвета и это собственно сыграла злую шутку с данным устройством потому что в мануалы мануале это собственно не отражено по каким причинам не знаю но значит штука в чем заключается включая пульт мы упираемся в то что у нас светильник включается на минимальный то есть минимальный уровень который можно выставить на нем света это 25 процентов и вот вы хоть обтыкайтесь в эту кнопку меньше 25 вы не сделаете при всем своем желании но фишка заключается в следующем что буквально вот смещением в края диапазона это значит у нас получается 5600 кельвинов либо сейчас секунду 3300 кельвинов если мы ставим то есть на пульте такие настройки то вуаля и происходит вот такая вот штука у нас пульт начинает уходить то есть в 10 процентов то есть устанавливая вот эти пограничные значения вернее крайние значения для этой шкалы у нас пульт начинает на работать адекватно и соответственно светильник также то есть следуя за пультом меняется уровень свечения до 10 процентов вот такая вот интересная фишечка ну и немножечко отступлю все-таки немножко позаумничаю многие значит меняют на этом светильнике кулер охлаждения потому что он якобы шумный ну в общем многим он не нравится да от него есть небольшой шум если сидеть вот прям в упор к нему его слегка слышно но на самом деле это не доставляет никаких сложностей потому что но вы же не будете сидеть вот так вот и здесь где-то у вас находится микрофон в упоре с этим светильником что будет слышно буквально с расстояния более метра я подписывал звук просто ради интереса проверял это на свой рекордер зума 6 со стерео пушкой это не доставляет сложности на самом деле звук сливается по сути с окружающей средой даже в квартире у вас же нет шумоизолированные помещения полностью поэтому этот звук по сути он не мешает сейчас вот светил микрофон камеры находится от меня ну буквально на вытянутой руке вот между мной и микрофоном стоит светильник просто послушайте в общем то нормально поэтому не вижу смысла тратить деньги нервы и время на апгрейд этого кулера злосчастного если он выйдет из строя ну тогда я буду может быть озадачиваться этим и еще такой момент ребята с этим светильником хреновина достаточно тяжелая поэтому пользователи вот таких вот китайских дешевых стоечек хочу вас разочаровать вы будете использовать вернее испытывать проблемы с этим светильником на этих стойках потому что участке для примера поставил на эту стоечку светильник и получается вот такая вот штука то есть немножечко немножечко и он просто у нас сползает а иногда и достаточно серьезно хлопается вниз поэтому если планируете покупать эти светильники то также озадачивайтесь нормальными стойками я использую их на ласта лайтов ских с воздушной подушкой там нагрузка до 5 килограмм и держит шикарно китайские стойки средней руки просто не годятся для этого светильника ну что ребятки надеюсь информация была для вас полезной постарался насколько это возможно не занимать ваше время и не сильно умничать поэтому такая вот выжимка ну а вам что хочу пожелать хорошего дня подписывайтесь на канал оставляйте свои комментарии под видео всего доброго до свидания